Здравствуйте друзья! В этом видео я обновлю информацию о работе ZigBee SLS шлюзов про которые я уже рассказывал в своих обзорах. Ссылки на них вы найдете в описании под видео. В частности в предыдущем своем обзоре прямоугольного SLS шлюза, большую его часть я посвятил разборе структуры MQTT топиков и принципу добавления устройств в Home Assistant. Однако время не стоит на месте и новые прошивки SLS шлюзов позволяют уже автоматически пробрасывать все добавляемые устройства их сущности в Home Assistant, что я и хочу показать в этом обзоре. Также, по многочисленным просьбам, я покажу принцип работы прямого биндинга в ZigBee сети. Итак, опция MQTT Discovery в меню настройки ZigBee. Нужно просто поставить галочку в этом чекбоксе. Сохраняем, после чего шлюз перезагружается. Ждем пока шлюз запустится. Далее все просто. Все устройства, которые добавлены в SLS шлюз, автоматически появляются в интеграции MQTT Home Assistant в качестве названия их адреса. У меня на момент съемки этого видео 5 устройств на шлюзе. Все они успешно объявились в Home Assistant. Все параметры каждого из устройств в виде сущностей тоже появляются в системе. Вот они в MQTT брокере. В отличие от топиков созданных Z2M, тут используются заглавные символы. Сама структура топиков практически аналогична. Для удобства отображения можно включить еще одну опцию использования friendly name. Это тоже требует перезагрузки. Кстати забегая вперед скажу, что лучше сразу отмечать оба чекбокса. После перезагрузки топики пересоздаются уже с названиями не по адресу, а по дружественному имени устройств. Старые топики, которые сохраняются из-за опции retain, нужно удалить вручную. Если вы включили сразу оба чекбокса перед добавлением устройств, то и топики будут сразу созданы нормально. И в интеграции MQTT Home Assistant устройства тоже будут отображаться с friendly name. Топики будут перезаписаны автоматически уже с новыми путями. Теперь поговорим о прямом биндинге. Эта опция позволяет связывать с Zigbee сети два устройства напрямую, даже без зависимости от координатора. В качестве испытуемых у меня будут два устройства проекта ModCam, это пульт на 12 кнопок и 4-х канальное реле. Почему я не взял что-то более распространенное, например кнопку Xiaomi. Дело в том, что устройство Xiaomi, какая-то своя хитрая реализация этой опции. Из всех контроллеров экосистемы, которые я попробовал, ни один не смог зацепиться напрямую. Поэтому для Xiaomi можно применять программный биндинг, про него я уже рассказывал. Он не зависит от системы управления, Wi-Fi или интернет, но SLS-шлюз должен быть в онлайне. Что касается управляемого устройства, тут проще, можно использовать например и розетки Xiaomi. Я взял это реле, потому что у него 4 канала, так будет нагляднее. Кроме этого, мне хотелось показать, как реле выглядит в корпусе, который можно крепить на один рейку. Ссылки на обзоры всех этих устройств вы найдете в описании. Итак, сейчас к SLS-шлюзу подключено два устройства. Первое. Логический ZigBee контроллер на 12 кнопок. Второе. Четырехканальный реле с сухими контактами. Для включения прямого биндинга нужно зайти в свойства контроллера меню Bind. Так как первая кнопка кроме прочего служит и для синхронизации, привязывать кнопки я буду начиная со второй. Выбираем источник, кластер включить-выключить, а получатель реле в котором поочередно выбираем номера каналов для связи. Повторяем для каждого из четырех каналов, привязав их на кнопки с второй по пятую. Все, правила созданы, приступим к тесту. Тест пока с включенным SLS-шлюзом, он слева в белом корпусе. Клавиши пульта переключают состояние каждого из каналов реле. А теперь выключаем шлюз. Теперь в этой Zigbee сети нет координатора, только два устройства реле и пульт. Проверяем, связка пульта с реле осталась полностью работоспособной. Таким образом прямой биндинг является максимально отказоустойчивым видом соединения Zigbee устройств, который работает даже при отсутствии координатора, причем даже длительное время. Тест был успешен и через несколько суток после отключения шлюза. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции и купоны на товары из серии «Умного дома» вы найдете в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok